Дорожный контроль Наша цель – защитить общество от пьяных водителей и полицейского беспредела. Таковы задачи вашего общественного движения под названием «Дорожный контроль» согласно сайту, который вы широко рекламируете в интернете. Насколько удачно вот эти задачи внедряются в жизнь? Вот защита общественного интереса против полицейского беспредела и защита общества от пьяных водителей. Ну, вы сами, наверное, видите на нашем канале непосредственно в соцсети, что это достаточно удачно получается. Мы, нарушители, делаем публичными людьми. Что и есть самое главное, в принципе, оценка общественного порицания. То есть это немаловажно. И основная деятельность наша – придать огласку в данной ситуации. Но огласка-то идет в основном в интернете, в каких-то социальных сетях. Она достаточно действенная, вот такая огласка? Ну да. Все наш канал смотрят, в том числе и руководство, и города, в том числе МВД. Те же самые нарушители, которые являются сотрудниками полиции, даже без моего заявления проводятся в служебной проверке. То есть это показывает эффективность. А какая отдача есть вот от этого? Ну, понятно, с полицейскими, которые, ну, что-то там, наверное, нарушили. Понятно, над ними есть начальник, который отреагирует. А над водителем кто? Жена начальник, который ему скажет, как не стыдно, сын в соцсетях посмотрит? Это, кстати, тоже действенно, потому что, допустим, ему, может быть, все равно, покажет его или нет, но его родственникам, конечно, будет не все равно. Дети, близкие родственники, друзья. Я думаю, кроме как общественного порицания, мы, наверное, больше ничего не добьемся. Ну, я напоминаю, что каждый телезритель может сейчас к нам присоединиться, позвонить в студию и пообщаться по теме культуры на дорогах и соблюдения правил. И по традиции нашей программы вот информация для более близкого знакомства с гостем студии. Вадим Серов родился 21 декабря 1983 года. Женат. Воспитывает 4-летнюю дочь. Основатель общественного движения «Дорожный контроль». Наши цели просты. Мы хотим, чтобы нас защищали грамотные полицейские, которые знают, применяют и соблюдают закон и являются примером для граждан. Мы хотим, чтобы граждане, в свою очередь, изучали законы, знали свои обязанности и права, умели ими пользоваться. Тем самым мы хотим добиться взаимоуважения и чтобы каждый, будь то полицейский или гражданин, мог гордиться своим государством. Этим вечером мы говорим о культуре на дорогах, о том, что делать, чтобы она наконец-то появилась, и мы все это заметили. Звонок от телезрителей есть у нас. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте. В первую очередь хотел бы отметить, что я являюсь вашим фанатом, очень тщательно слежу за вашими всеми проектами в соцсетях, и вы лично мне очень симпатизируете, как молодой человек. Скажите, у меня такой вопрос. Мы все очень часто видим камеры, которые ставят у нас на дорогах, такие, как в народе называют треноги, которые прячут всевозможные в кустах, какие-то машины стоят гражданские, за которыми они прячутся. Скажите, это вообще правильно ли законы, то, что они так стоят? Потому что лично меня, как обычного гражданина, автолюбителя, это, так скажем, раздражает очень сильно. Я хотел бы ваш комментарий по этому поводу услышать. Спасибо. Я понял вопрос. Мы, кстати, буквально недавно эту тему разговаривали, да, актуально. Ну, на самом деле, с точки зрения закона нарушений никакого нет. Но эти камеры ставятся, так скажем, по программе безопасности дорожного движения. То есть в местах аварийности, там, где происходят аварии с пешеходами, с другими транспортными средствами. И что мы видим? Если эта камера спрятана, она не приносит никакой эффективности. У них такое действие получается потом. Он придет, штраф гражданину, точнее водителю, и он его оплатит. Но здесь и сейчас никакого снижения нет. Профилактики, то есть нет? Бывают такие ситуации, когда неосознанные нарушения. То есть он немного превысил, скорость задумался. Я понимаю, он должен соблюдать сказочный режим, там, правила дорожного движения. Но все мы люди и всякое может быть. То есть если эта камера будет видимой, соответственно, человек автоматически снизит скорость. Да, те хамы, которые не снизят скорость, они должны быть наказаны. То есть как бы это неправильно, это, в конце концов, получается, не работает данная программа. А вы вот об этом говорили сотрудникам полиции? Да, конечно. Но вот мы по этому поводу, выйдет сейчас ролик. Кстати, у нас недавно вышел также первая часть, один выпуск на улице Шишкова, там ограничение знак 40 стоит. И то же самое на улице Обруча. Вот сейчас в ближайшее время выйдет новую выпуск. Ну, расскажите секрет, как отреагировали на вот такое ваше обращение сотрудники полиции? Ну, в принципе, нарушения здесь никакого нету. Соответственно, они все согласны. Любой водитель со мной согласится. Ну да, есть как бы, я не спорю, что и такое наказание должно быть рублем. Но, как показ практика, чем выше штрафы, от этого у нас не снижается ни аварийность, ничего. Даже взять сейчас, вводится уголовная ответственность за вождение в нетрентосостояние, за повторность. Я не думаю, что это снизит. Нет такого, чтобы четкой статистики, чтобы снижалось. Оно все время, даже посмотреть, статистика постоянно растет по правонарушениям. То есть, это показывает неэффективность наказания рублем. Вот и все. Ну, вот давайте как раз поговорим немножко о том, как же ваша работа строится. То есть, для того, чтобы увидеть вот эти все нарушения на дорогах, вы каждый день берете видеокамеру, выезжаете в какие-то рейды или как это происходит? Нет, ну, на самом деле, по поводу рейдов, мы сейчас в последнее время начали заниматься пьяными водителями. То есть, у нас есть стабильная рейда с пятницы на субботу и с субботой на воскресенье. Это стабильно, когда все наши активисты собираются. Это рейды без сотрудников полиции? Это без сотрудников полиции. То есть, непосредственно, дорожный контроль. Да, да, да. Выявили сотрудников, так скажем, выявили пьяного водителя, связываемся с сотрудниками полиции и уже непосредственно совместно реагируем. Ну, практически так, ну, как готовенько. У нас, мы не можем задержать гражданина, да, у нас нет таких полномочий. Соответственно, тут такая вот, как бы, грань, что нельзя его не блокировать, ни какие-то физические действия применять к нему. О том, что мы там выходим ежедневно, это, конечно, не так, потому что все имеем работы. И в свободное только от работы время мы этим занимаемся. Ну, вот давайте как раз посмотрим вот ту историю, которая совсем недавно появилась на вашем портале, как раз о нетрезвом водителе. Ну, телезрители сами заметят нюансы, не хочу их сейчас обсуждать. То есть, он не был непосредственно за рулем, когда попал в поле зрения вашей камеры. Но, тем не менее, сейчас, повторю, телезрители сами это все увидят. Просто почему, например, я выбрала этот сюжет для показа в нашем эфире? Потому что, на мой взгляд, нарушитель весьма типичный. И, к сожалению, вот его поведение, оно настолько характерно для большинства, наверное, тех, кто нетрезвым сел за руль, что я предлагаю посмотреть, в принципе, на себя со стороны, а затем продолжить тему, к обсуждению которой, напоминаю, может присоединиться каждый телезритель, достаточно просто нам позвонить сюда, в студию. Во время рейда нам сообщили активиста о пьяном водителе, который находился у кольца храма на пересечении бульвара Победы и Жукова. По их данным, водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Нам сообщили госномер автомобиля и куда он движется. Мы начали за ним наблюдение, вели его до момента остановки. Водитель остановился на улице Шишкова во дворах дома. По-видимому, он собирался пойти домой. Дворы, дворы. Что у нас здесь за дом? Здесь прям первый поворот. Экипаж где стоял? Экипаж сзади за нами. А, экипаж сзади за нами. Должны сейчас они быть. Сейчас будет. Мерседес стоит, вот он припарковался, все здесь виду, видеосъемку. Вот выходит человек. Точнее, он сейчас вот сидел, открыл дверь и сейчас закрыл обратно. Водитель, увидев то, что мы снимаем на видеокамеру, перелез на заднее сидение и вышел с автомобиля с пассажиром, который с ним ехал. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Все хорошо? Вообще все. Они направились в сторону подъезда. Я вел непрерывную видеосъемку. Думаю, это будет поздно. Он в подъезд забегает. Да все, уже поздно. Сейчас они убежали. А, они уже все, вот они в подъезд. У подъезда товарищ водителя взял какой-то предмет в руки. Ну вот, сейчас он идет, идет, идет ко мне. Ко мне идет. Набросились на меня, облили пивом и в мою сторону побежали. Я прикрепил подъезду, убежать в конфликтах. То есть я непосредственно побежал. В догонку что-то спило, ко мне прилетело. Я не знаю, что конкретно, похоже, это было бы только. Ну-ка иди к суду. Я упал, повредил два пальца на ноге. Повредил каким образом? Просто их сломал. После того, как я поднялся, товарищ водителя убежал, якобы за подмогой. Водитель оставался на месте и, как раз в это время, приехали сотрудники полиции. Давай идти сюда. Да идите в ***, вообще, просто. Куда ты пошел? Веди сюда, чтобы не водитель. Не, подожди. Не, подожди, я тебе что, я тебе что, где ты, я тебе что, привыкся с форсом или что, что ты сделал? Ну, просто объясни, пожалуйста, в чем привыкли. Солнце, я юрист. Вот вообще, вот машина стоит, стоит. Я спустился, спустился, все. Где я там дырался? Где я? Меня никто не зафиксировал. Вообще, просто. В чем дело-то? Вы мне больше 15 минут, возьмете домой. Все, все, я пошел домой. Посиди. Посиди. Посиди, все. Посиди, все. Его оформили, составили на него административный материал. Он всячески грубил, оскорблял, унижал всех присутствующих. Не шуми на меня. Я не шуму. Вообще, будет 19-3. Не знаю, что, если шуметь, вы вообще оглохнете. Водитель согласился пройти освидетельствование на опьянение. Опьянение было установлено. Я сейчас в дом, подожди, я сейчас в дом. Хожу к машине, взять сигарет. Вы мне суете какой-то алкатер. Есть свидетели, которые за вас... Я продую, я продую свою. Он ваншал, Таташ, давай. Слай. Позволь, давай, дуй. Сильнее даже говорю, что тебе силы есть вообще. Надо продолжить. Продуй. Получилось, нет? Не знаю. Понравил. 0,907. Ну и что? Самое интересное, хочу обратить внимание, как он относился к сотрудникам полиции. Я сказал, *** тебе. Почему-то неуважительно относишься, я не пойму, к саду. Ты себе, я, ***, что деловой. Сигаретами дай, ***. Нет? Кренасебе. Ты что, деловой вообще? Все, пока, пацаны. Разбирайтесь дальше. Пока. Давай, до новых встреч. До новых встреч. С лидером и основателем общественного движения «Дорожный контроль» Вадимом Серовым мы сегодня говорим о культуре наших водителей. Вы только что увидели весьма яркую иллюстрацию. А чем же эта история закончилась, Вадим? Чем закончилась? Ну, оформили непосредственно водителя. Я, кстати, по этому поводу написал заявление на него. В принципе, ждем результатов. А так, у него суд его ожидает. Лишат его однозначно. Тем более, как он сказал, он всех судей крутил, всех сотрудников крутил. Да, и лишение прав он не боится. Да, ничего не боится, у него есть свои водители, но, так скажем, ожидает его лишения права управления. Ну, вы знаете, мы, конечно, когда монтировали этот сюжет, когда его смотрели, в общем, смотрели с улыбкой, я думаю, что многим нашим телезрителям было тоже забавно наблюдать за поведением вот такого нетрезвого человека. Но, в принципе, это за этой улыбкой большая грусть. Я до сюжета сказала, что это, к сожалению, типичное поведение многих наших водителей, которые вот в таком состоянии бывают за рулем. Понятно, что, может быть, он совсем чуть-чуть там проехал, доехал до дома, но за вот это вот совсем чуть-чуть могло произойти все, что угодно. И человек, тут видно даже по сюжету, что рассвело уже, а он все еще не в себе. То есть, когда он осознает то, что он наделал, будучи вот в таком состоянии за рулем, как же вот с этим бороться? Только ли вот таким публичным показом того, в каком состоянии у нас люди за рулем ездят? Честно сказать, это очень такая глубокая тема. И как конкретно наказывать, я бы забирал бы автомобиль, бы, честно говоря. Если было бы прописано это законодательно, забирать имущество, неважно, хотя это конституционно нарушит права, если это не его автомобиль. Но, я думаю, человек, который передавал бы управление данным транспортным средством, думал бы, кому он передает. То есть, забирать автомобиль на весь срок лишения. Вполне возможно, что после срока лишения будет невыгодно его забирать, этот автомобиль. Я думаю, вот единственное, что может быть. Потому что люди повторно дважды лишенные, трижды лишенные, все равно дальше катаются. Его лишили, он все равно без прав катается. Ну да, штраф-то, в принципе, небольшой. Лучше заплатить штраф и ехать дальше. Ну, как бы не то, что небольшой. Там назначается либо судом, либо 30 тысяч штраф, либо до 15 суток ареста. Ну, понятно, если с человека взять нечего, то ему назначают арест. Но он отсидит спокойно себе, покушает, поспит, придет в чувство и опять сядет за рой. А вот уголовная ответственность, о которой сейчас очень много говорят, за вождение, будучи нетрезвым, как вы думаете, она решит проблему? Ну, я думаю, отчасти, конечно, на кого-то это повлияет. Кардинально, мне кажется, ситуацию-то не исправит. Потому что если, я до дорожного контроля не занимаюсь, не знал даже, сколько у нас на улице двигается в состоянии опьянения. Особенно в ночное время, хотя и днем тоже попадается. Очень много, колоссальное количество. И что с этим? И все говорят о том, что даже раньше не было таких суровых наказаний, но водителей было гораздо меньше в состоянии алкогольного опьянения. А почему? Как вы думаете? Я думаю, это все-таки за неуважение ни культуры, ни культурного, вообще отношения к людям хамского, такого потребительского. Думаю, только от этого. А сколько сейчас человек в вашем общественном движении и дорожный контроль? Ну, если судить по нашей группе, непосредственно, это более пяти тысяч. Ну, половина из этих пяти в Воронеже находится. Но реально, кто принимает участие в рейдах, ну, до 20 человек, так скажем. Это те, кто постоянно, ребята, на кого можно положиться. То есть мы всегда вместе. И, соответственно, они участвуют. Да, у кого-то по каким-то, так сказать, семейным проблемам, возможностям. Иногда не получается принимать участие. Ну, вот как бы... А как вот это членство в дорожном контроле? То есть оно где-то как-то зафиксировано, прописано? Или, в принципе, любой может взять видеокамеру или телефон в руки, зафиксировать какое-то нарушение, передать вам, и вот он уже участник дорожного контроля? Ну, участникам, чтобы считаться таковым, нужно, так скажем, наши маленькие проверки пройти, да, надежность, как бы человек должен идти до конца. Ну, всякие бывают ситуации. Он должен понимать, если есть нарушения, обычно как? Ну, сотрудник полиции серьезно нарушил. И он зафиксировал даже, передал материалы. И что получается? Заявление, жалобу написали, да, на данного сотрудника. Ну, потом, по стечению какого-то небольшого времени на него повлияли. Ну, пообщались сотрудники полиции. Ну, может, не надо, я там извинюсь. То есть, они как бы говорят, ну, хорошо, на самом деле нужно доводить все дело до конца. Тогда мы добьемся вообще порядка на дороге. Я не говорю, что все сотрудники полиции там плохие. Я, наоборот, за них и хочу, чтобы служили там только достойные люди. И, слава богу, у нас в Воронеже достойных людей гораздо больше, чем недостойных. Я, кстати, вот опять же, просматривая сюжеты на вашем портале, обратила внимание, что сотрудники полиции очень охотно с вами сотрудничают. И даже вот в показанном случае они тут же приехали, там, приняли участие вот в этой ситуации. Могли тоже сказать, вы там сами разбираетесь, там, как-то. Ну, в принципе. А насколько сложно было с ними выстроить вот такие отношения? Ну, на самом деле, ничего сложного. Мне вообще нравится с людьми общаться. Особенно, если это так на острие, скажем, мне такое вообще не очень нравится. Труда никакого не составило, потому что мы друг другу, в конце концов, не враги. Они мою позицию тоже прекрасно понимают, как я и их позицию понимаю. Так что труда никакого мне не составило. С ними общаться, наладить какой-то контакт, так же, как и им со мной. Потому что все мы люди, все мы понимаем. А вот эти сторонние сообщения, о которых я начала говорить, то есть не тех, кто является членом дорожного контроля, а просто вот люди зафиксировали какое-то нарушение и хотят вам об этом сообщить. Они вам вообще, в принципе, нужны? Или, дай бог, разобраться бы с теми, что от пяти тысяч сотрудников дорожного контроля приходит? Ну, смотрите, на самом деле мы рады любому сообщению. В каком плане рады? Бывает ситуация, когда человеку нужна помощь. И в этот момент самое главное вовремя обратиться к нужным людям, чтобы мы смогли сориентировать, помочь в данной ситуации. Потому что вполне возможно могут уйти от ответственности те или иные лица, должностные, недолжностные. Потому что нам такие сообщения в любом случае нужны. Потому что мы для чего? Мы хотим помогать нашим гражданам, жителям города Воронежа. Вот именно доводя ситуацию до конца. До конца, только до конца. Я изначально спрашиваю, вы готовы идти до конца? Если человек готов, я слышу в его голосе, он будет настойчив. Конечно, да. Но в любом случае, даже если он не готов, мы хотя бы на месте разобраться. Потому что у нас все люди как любят? На месте договориться. Потому что им что-то предлагают, их это устраивает. И вот это самая большая проблема. И мы не добьемся никогда порядка на дороге, даже дорогу взять. Пока у нас вот эти все договоренности не уйдут. Неотвратимость наказания и страх перед тем, чтобы не было никакой подтасовки. Вот служебной подлогой в том числе. Сейчас очень много говорят о возрождении дружинников именно на общественных началах. А вот на ваш взгляд, вот такое обязательное привлечение тех людей, которые не будут получать за это деньги, которые по собственной инициативе за что-то берутся, оно принесет плоды? Или человек там, ну я не знаю, в 2-3 рейда сходил, он в принципе не обязан, он на общественных началах. И он там где-то попробовал ему, это не особенно интересно, и все это там постепенно сойдет на нет. Или наоборот, люди втягиваются, вот как вы наблюдаете? Ну смотрите, все зависит от формы, каким образом вот эти общественники, дружинники будут нести совместную службу, назовем так. Если это совместно, именно вот вместе они с экипажем патрулируют, ну я думаю, это неэффективно, нет смысла в этом. Но они не будут никакой пользы приносить. Во-первых, они единственное, что они себе могут, вот полиция, да, для чего это может быть, в качестве понятых они могут быть привлечены. Но дело в том, что по закону понятое не заинтересовано лицо, а по факту он получается заинтересованным. То есть это неэффективно. Если это где-то, так скажем, будут патрулировать они по улицам, какие-то рейды устраивать по дорогам, ну непосредственно по пешеходам, да, смотреть, каким образом у нас есть правонарушение, нет правонарушения, реагируют. Но опять же, у них статуса нет никакого. Они не задержать. То есть у гражданина нет обязанности даже прислушиваться, да, там, к их не только мнению, но и к действиям они вот замечания могут какие-то делать. Но все, опять же, зависит от формы, как они это будут делать. То есть если достаточно дружелюбно, открыто доносить, ну может быть кто-то адекватно отреагирует, кто-то неадекватно, там должны быть тоже адекватные, нормальные, правильные люди в дружине. Не просто вот это какой-то козырь там может быть, от наказания уйти. То есть это очень грамотно должна быть выстроена система с дружинниками. Вы думаете, она выстроится? Если будут здравые люди, если руководство правильно подберет людей, то я думаю, все возможно. От вашей деятельности есть ли польза, знаете, какая, которая видна всем? То есть, ну понятно, какой-то водитель попал в поле вашего зрения, там его дома поругали, какого-то полицейского там по службе, например, наказали. А то, что вот люди в городе могут заметить, может быть какая-то дорожная разметка, которой не было, появилась, может быть какие-то знаки, которые там не в том месте стояли, их убрали по вашей просьбе. Вот какие-то конкретные примеры для, скажем так, массовых горожан. Вы имеете в виду, могут ли к нам они обращаться по этому поводу? Нет, я имею в виду, есть ли уже конкретные результаты от вашей деятельности, которые все воронежцы могут заметить. Все воронежцы. Ну, я думаю, площадь Ленина, наверное, да, могут заметить. А в чем там ваша заслуга? Ну, мы непосредственно устраивали рейды. Там же было раньше одностороннее движение. Ну, точнее, там было двухстороннее движение. Но все считали почему-то, что это одностороннее. Там были знаки 327, которые запрещали. И вот как-то так получилось, что губернатор очень молодец, Верзилий непосредственно начальник Воронежского ГАИ. Все они урегулировали этот вопрос, все красиво сделали, парковка для всех. И по вашему обращениям именно. Мы многократные обращения делали и походили на прием к Верзелену, он пообещал. Но в этом плане все четко сделали, у нас даже никаких вопросов. Если бы так везде все делалось, было бы супер. А есть другие примеры, когда вроде бы отреагировали на ваше обращение, а по факту не успели оглянуться, и все вернулось на те же точки, на которых и было. Вот, допустим, недавно кафе «Энигма» есть такое на университетской площади. Там проводили рейд. На проезжей части у кафе «Энигма» стояли металлические препятствия. Их убрали, я сотрудников полиции вызвал, там заявление все приняли, все оформили, устранили правонарушения, в управление транспортом написал. Управление транспорта сказало, что все неправильно, они там действуют, в управу непосредственно направили, и направили в ГИБДД. Дмитрий Олегович Сафонов написал предписание, они наказали непосредственно должностное лицо, которое выставило данное препятствие, и проверили, так скажем, контрольный выстрел сделали, посмотрели, есть ли там данное препятствие, написали. Мне в ответе, что все устранено, все сделано, все хорошо. Но по факту что получается? Мы приезжаем недавно на то самое место и видим там опять эти конструкции. И мне очень интересно, неужели у нас руководители управ не могут проконтролировать, неужели у нас ГИБДД, Дмитрий Олегович Сафонов. Или просто люди вот так себя ведут, владельцы, скажем, да, то есть ответственные вот за это, которые, ну, как-то все, им сделали замечание, они его устранили, и все, все про это забыли, можно обратно к тому, как им удобно вернуться. Это однозначно, это попустительство, скажем так, вообще с верхушки. Ну, начиная от ГИБДД у нас, да, и руководителя управы. Сам нахальное поведение руководителя кафе, это однозначно да, потому что, ну, как ему сказали, предписание вынесли устранить, а он так себя ведет. Ну, это как-то нехорошо. Ну, и ваше дальнейшее действие в связи с этим? Мы будем устраивать там рейды, мы будем очень такие плодотворные рейды устраивать. Я однозначно говорю, что конусы, точнее металлические препятствия, мы все равно там берем. И ваши планы на лето, то есть основная тема – это не трезвые за рулем, или какие-то еще такие направления воспитания культуры на дорогах будут в центре вашего внимания, в центре внимания дорожного контроля? Мы будем заниматься парковками, парковками, водители пьяные однозначно, сотрудники ДПС, как всегда, но они нас радуют, они молодцы, сейчас очень редкие ситуации возникают со стороны полицейских, какие-то правонарушения. А, конечно же, это пьяные водители и парковки. Очень много незаконных парковок, их масса. Вот ими будем заниматься, потому что хочется много чем заниматься, но на все нужно время. Если бы это был основной наш род деятельности, конечно, мы были бы очень эффективны. Спасибо вам. Вадим Серов, лидер и основатель общественного движения «Дорожный контроль», был сегодня гостем студии. Мы говорили о культуре на дорогах. Игорь. Пока. Продолжение следует...